Папа, папа, пойдем где? Я тут спляну на полосу. Ой, слушай, они сейчас туда все пойдут. Идите тогда, да? Идите. Виктор, you're going with them, alright? Короче, найдем друг друга. Мы пойдем, наверное, на розы посмотрим. Я думаю, что вам там... Так что мы пойдем. Пушки какие? Машинки старые, но закрытые. Пуш. Папа, папа, мне не могу. Пупи. Пупи. Списал, не пупи. Пупи. Папа. Я тебе даю на причем, почему. Ага, окей. Он Дюк в Инфинит Уистов, который везет. Пупи. Паспл. Странная вещь, здесь нельзя снимать видео, но можно делать фотографии. Я не понимаю, в чем разница. Вот видео идет, вот та же фотография сделана. То есть мне это непонятно. Огромный склад оружия, примерно наполеоновских кузеев Браунбасс, начало 19 века. А это более раннее ружье, колесным механизмом. Еще более ранние доспехи. Да, целый полк разоружили, видимо. Что интересно, штыки, каждый под своим номером, инициалом. Возможно, соответствующему полку или еще кому-то. Драгунские принадлежности. Колесо и сабель. Много вооружения. Какой мушкет тяжелый. Эта кухонька обалденная. Мне нравится кухня в викторианской эпохе. Вот склад для хранения пива. делами его человек утопили только ноги торчат из бочки видно хотел очень пить ну что ж прогуляемся по залам то дворца которым до сих пор он принадлежит хозяину который спортом живет но так как огромные налоги в англии уже много десятков лет практически после первой мировой войны в общем-то на все замки наложили огромные налоги что хозяевам приходится чтобы как-то существовать делать музей ну конечно заплату а в какой-то части здания не проживают огромная коллекция картин собранная в начале девятнадцатого века просто обалденно есть очень редкий картин ну и также разных претендалов медальки печати все тут что-то для тортов ключ от замка как бы золотая медаль посудка различная серебряная медальки ордена за заслуги картина я скажу очень интересную есть некоторые картины даже их описание по сюжет на что каждый персонаж представляет из себя в спальне господ стойте вот внуки прошлись с дочкой и дятем древние надгробия которым тысячи лет органчик местной церкви вернее во внутренней церкви еще надгробия что-то даже написано не понятно что о санки зима когда бывает с гор можно кататься ну что внуки радостная вместе с племянницей викторией хорошая семейка посылки раньше так вот отправляли почты вот с надписями отрисата вот и олень у кого камня а кого вот этот вот который лошади вон там то есть если вот так короче какая-то карта левая карту художник рисовал художник рисует как видит так на виноват так наверняка фанда вектория что фа Сидут тратца. вот такой замок бильвара и биве биве бильвар это по-французски я не буду там согреться в историю потому что вряд ли это кому-то что-то скажет и найдутся знакомые имена и фамилии можно прогуляться по саду сад роз он тоже за отдельный за отдельную плату вход я поставлю внизу ссылку на сайт ты можешь обрести билеты ну немножко полетаем на дроне над замком ну некоторую малость замок бильвар это французское название потому что вильгельм завоеватель отдал эти земли своему знаменосцу я не помню как его звали да и не нужно это знать потому что это ничего не даст в английском это как била била но это также созвучно слова бобры местные жители эти господ называли бобровый бобры или бобровый замок типа такого что любовь народа всегда была своим господам неодержимы безграничны первый замок был построен из дерева вот резвятся дети со своими родителями да как быстро и цепь время бах я уже дед и даже осуществлю себя при этом не дед так тебя два внука и мянецы двоёдная сестра . взять и ирина моя подруга на нынешняя жена а вот сад роз за который тоже отдельный вход сад вход отдельная плата я потом приведу внизу ссылку на этот сайт вот семейная фотография близких родственников из латвии и англии и еще очень хотелось бы добавить так называемая по скрипту свой нынешний средневековый вид замок приобрел в конце 18 века проект близился к завершению когда 26 октября 1816 года он почти был уничтожен пожаром сгорели картины цитиана рубинса и ван дейко после пожара замок перестроили в 1832 году анна гертогене бетфорд посещая замок бульвар в 1840-х годах именно тут придумала после обеденный чай в пять часов с легкими закусками и пирожными чтобы скрасить ожидания ужина который в основном подавался к восьми вечера в то время позже так называемое время чая быстро стала популярна во многих семьях среднего и высшего класса после крепости вернее после замка съели мороженое выпили кофе но надо что-то пойти поесть пошли через дорогу перешли там был какой-то пап довольно неплохо поели но я скажу там не дешево было поесть саша заскучал ну вот такая была экскурсия 12 июля 22 года